МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там лежала накопительная часть моей пенсии, обанкротился. И деньгами сейчас управляет государство, а точнее, Внешэкономбанк. Представитель пенсионного фонда пояснил, что в течение двух месяцев, до января 2016-го, еще можно выбрать либо формировать и страховую пенсию, так называемую базовую часть, 10% от зарплаты, и пенсионное накопление, 6%, либо только страховую пенсию, 16%. Эксперты говорят, что сейчас нельзя точно предсказать, какой вариант формирования пенсии окажется наиболее выгодным. Взносы работодателей на страховую часть поступают в Пенсионный фонд России и идут на выплаты нынешним пенсионерам, но учитываются на индивидуальных счетах граждан в виде баллов. Стоимость балла раз в год индексируется. А вот взносы на пенсионное накопление, это та самая накопительная часть пенсии, аккумулируется в рублях на индивидуальном счете. На эти деньги тоже идут проценты, но они разные, в зависимости от того, кому вы доверили управлять этими деньгами. Некоторые негосударственные фонды предлагают довольно солидный процент, уверяя, что вы ничем не рискуете даже в том случае, если этот фонд обанкротится. Но выбрав накопительно-страховой вариант, гражданин снижает количество ежегодно начисляемых страховых баллов примерно на 40%, сделала вывод газета «Ведомости» из методики, опубликованной на сайте ПФР. И еще не исключено, что право выбора останется и на следующий год. Я пока не определилась. Это были «Правила денег». Редактор субтитров А.Семкин